Майкл Коэн, личный адвокат Дональда Трампа на протяжении нескольких десятилетий, продолжает отдаляться от президента, по крайней мере публично. В интервью ведущему ABC News Джорджу Стефанопулосу, Коэн сказал, что готов сотрудничать с федеральными прокурорами, если даже это будет идти наперекор интересам Трампа. По словам находящегося под следствием юриста, он в первую очередь предан своей семье и своей стране, а не президенту. Хотя ранее он заявлял, что готов пойти на любой шаг, в том числе принять на себя пулю, чтобы защитить Трампа. Вашингтон-Пост напоминает, что по словам нескольких источников, в июне Коэн не раз жаловался своим друзьям на то, что Трамп говорит об их сотрудничестве в прошедшем времени и считает себя случайной жертвой. Кроме того, Коэн сетует на то, что вынужден самостоятельно оплачивать свои юридические счета. Адвокат Аллен Дершавиц, который регулярно высказывается в поддержку Трампа по расследованию спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве, полагает, что Коэн, давая это интервью, нацеливался на разные аудитории, включая самого президента. Однако главный вопрос, известно ли ему что-то, чего еще не знают следователи. Сам президент, который готовится к рандеву с российским лидером Владимиром Путиным, пока ничего не писал в Твиттере о саммите в Хельсинки, зато вновь написал сегодня об охоте на ведьм. Агентство национальной безопасности удалило 685 миллионов текстовых сообщений и телефонных звонков. Не является ли это нарушением правил конфиденциальности? Они винят в этом технические неполадки. Какой позор. Охота на ведьм продолжается. Речь идет о заявлении агентства национальной безопасности АНБ, которое является частью Министерства обороны. В ведомстве еще в четверг сообщили, что с 23 мая нынешнего года приступили к удалению данных о телефонных звонках и сообщениях, полученных с 2015 года по закону о наблюдении ФАИСа. На несколько месяцев назад, как выяснилось, аналитики агентства обнаружили несоответствие в данных, полученных от операторов мобильной связи, из-за чего АНБ получило информацию, которую не было авторизовано получать. В итоге, после консультации с Минюстом и Управлением национальной разведки, было принято решение удалить все данные. Кроме того, Дональд Трамп сообщил сегодня, что побеседовал с четырьмя кандидатами на вакансию в Верховном суде, которые произвели очень хорошее впечатление и объявит имя своего номинанта в понедельник. Телеканал CNN называет фаворитом Трампа судью апелляционного суда США Эми Кони Барретт, поскольку для Дональда Трампа, как пишет обозреватель Крис Селиза, ключевое слово – имидж. И кассинг на ту или иную роль, будь то он на реалити-шоу, должность министра или даже пост в Верховном суде, вполне поддается этой логике. В пользу кандидатуры Барретт для Трампа CNN выделяет пять пунктов. Это женщина, это мать семерых детей, она молода, ей 46 лет, она верующая и она привержена консервативным ценностям, особенно в том, что касается социальных вопросов. Кроме того, когда Сенат утверждал ее кандидатуру в 7-й федеральный округ в октябре 2017 года, она получила 55 голосов, в том числе от столь видных демократов, как Тим Кейн и Джо Манчин. К слову о демократах, в одном из своих твитов во вторник Дональд Трамп выразил сомнение в том, что у них есть шансы на успех на промежуточных выборах в Конгресс, намеченных на ноябрь. Среди причин глава Белого дома назвал то, что демократы занимают слабую позицию относительно безопасности границ и борьбы с преступностью. И только демократы, которым Трамп отнес также фейковые СМИ, жалуются на его усилия по северокорейскому направлению. Если бы не он, пишет президент, Соединенные Штаты вели бы сейчас войну с КНДР.